Иногда сложно представить, что один человек способен изменить вашу жизнь раз и навсегда. Хотите ли вы разбогатеть и стать успешным? Мечтаете ли забыть о своих денежных проблемах и стать финансово независимым? Миллиардер-писатель и бизнесмен Роберт Киосаки уже много лет делится с нами секретами, которые раскрывают самые скрытые тайны мира финансов и помогают исполнять свои заветные мечты. Сегодня я расскажу, какие пять принципов сам Роберт называют ключевыми в погоне за большими деньгами. Вы на канале «Заметки миллионера» еще не подписаны? Самое время сделать это, чтобы стать к богатству чуточку ближе. Принцип первый – принять решение. Если ты чего-то хочешь, преисполнись страсти, она дает энергию твоей жизни. Если спросишь, что нужно сделать, чтобы стать богатым человеком, то получишь очень простой ответ – захотеть этого очень сильно. Но в реалии богатыми людьми становится всего лишь 1% из 100. Здесь нужно сказать вот о чем. Богатый человек – это не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто заставляет деньги работать на себя и делает благодаря этому огромное состояние. Так почему же так мало людей становятся по-настоящему богатыми? И в голову приходят всякие разные оправдания. Потому что такова жизнь, честным путем разбогатеть невозможно. Я не могу найти работу с высокой зарплатой, правительство только отнимает у меня деньги в виде налогов и так далее. Стоп. Вот здесь и начинается твоя главная ошибка. Ты используешь стереотипы людей, которые не добились ничего в этой жизни. Это мышление большинства, и оно приведет тебя только к бедности. И тот 1% богатых никогда не поддается стереотипам бедного мышления. Тем самым они с самого начала берут всю ответственность за свое благосостояние на себя. Если ты хочешь стать богатым, то тебе нужно отбросить все ложные представления о богатстве и вырабатывать свое мышление, искать свою истину. Причина того, что ты беден или богат, только в тебе самом. И ни в ком, и ни в чем другом. Большинство людей всего лишь мечтают разбогатеть. И эти мечты никогда не сбываются. Почему? Да потому что деньги не приходят сами собой. К этому нужно прилагать усилия. И начать с простого шага. С принятия решения. Стать богатым. Мечтать и решить стать – это как два противоположных полюса. Поэтому перестань мечтать и прими осознанное решение стать богатым человеком. А для этого тебе необходимо начать с правильного вопроса – зачем я хочу стать богатым человеком? Возьми листок бумаги и напиши ответы на этот вопрос. Это и будет твоей мотивацией. Хорошим решением будет поставить лайк под этим видео. Ведь именно так вы не только благодарите меня за проделанную работу, но и помогаете узнать эту полезную информацию другим. Принцип второй. Измени свою реальность. То, что ты считаешь реальным, и есть твоя реальность. Когда ты пробудешь в себе жгучее желание стать богатым человеком, тебе нужно будет сделать еще один не менее важный шаг – избавиться от своих ограничений. Они являются только твоими представлениями о реальности, а реальностей может быть бесконечно много. Какую реальность ты создашь внутри себя, так и будет вокруг. Волей или неволей, мы ставим для себя границы, которые очерчивают нашу реальность. Так у богатого человека реальность безгранична, она как горизонт – смотришь вдаль и понимаешь, что конца нет. А у бедного человека реальность похожа на маленькую комнату с четырьмя стенами. Послушай свои мысли по поводу богатства. Мне никогда не разбогатеть. Это зависит не от меня, если бы я родился в другой семье. Деньги – это не главное, они меня мало интересуют и так далее. Вот это и есть твоя реальность. В мире огромное количество денег. Если ты хочешь стать богатым, то должен сначала расширить свою реальность, чтобы была возможность вместить свою долю изобилия. Для того, чтобы расширить свою реальность, необходимо заменить старые мысли и слова на новые. Изменить свою реальность – значит, изменить свое сознание. Делай это каждый день. Преврати свой путь к богатству, как увлекательную игру. Не думай, что это твоя скучная обязанность, к которой ты себя приговорил. Принцип третий. Выработай психологию победителя. Неудача вдохновляет победителей, а проигравших, не извлекающих из нее пользу, сокрушает. Стать богатым человеком – значит, стать победителем. Иначе никак. На пути к большим деньгам будет очень много ошибок, неудач, поражений. И только самый настоящий победитель пройдет свой путь до конца. Стратегия победителя должна изначально включать возможность проигрыша. Нужно быть готовым к нему, чтобы не отступать, когда все произойдет. Многие так боятся потерять свои деньги, что так или иначе теряют их. 90% людей хотят всегда побеждать и делают маленькие шажки. Покупают большие дома, дорогие машины. Они действуют так, чтобы ничего не потерять. Они не действуют как победители. В школе нас запрограммировали на то, что делать ошибки очень плохо. Но жизнь невозможна без ошибок. Ошибки являются естественным процессом. На них основано все развитие. Ошибаться необходимо, иначе личностный рост невозможен. Именно благодаря ошибкам мы и учимся. Совершая ошибки и постигая неудачи, мы можем двигаться к успеху. На пути к богатству вы должны преодолеть страх потери денег. Если ты примешь такое решение, то у тебя есть шансы стать богатым человеком. И основной способ борьбы со страхом является заложить в свою стратегию возможность потерять деньги заранее. И когда это случится, то ты отнесешься к этому как к обыденности, а не как к неожиданности, которая может сбить тебя с пути. Необходимо настроить себя, не сдаваться после первой же неудачи. В этом и заключается стратегия победителя. Принцип четвертый. Создай свой план. 90% людей действуют по одному и тому же плану, поэтому к пенсии оказываются ниже уровня зажиточных людей. Отличие богатых и бедных в том, что бедные мечтают, а богатые строят к этому богатству мосты. Мост к богатству – это твой план. Такой же план у многих. Это школа, институт, работа, пенсия. И как итог – бедная жизнь. Тебе нравится такой план. Тогда продолжай работать на дядю еще 30 лет, и на пенсии тебя ждут заветные 6 тысяч рублей. Если не устраивает такое положение дел, то придется менять план. Существует три вида. Первый – самый неэффективный. Работать всю жизнь и копить на деньги на непонятно что. Второй – более эффективный. Работать на высокооплачиваемой работе и вкладывать деньги в долгосрочные инвестиции, чтобы на пенсии стать человеком со средним доходом. Третий план – самый эффективный. Здесь нужно научиться создавать бизнес, совершать краткосрочные инвестиции и отказаться от своей стабильной работы. В итоге можно еще до пенсии стать богатым человеком. Если ты выберешь третий план, то нужно определиться с критериями, чтобы знать, что цель достигнута. Принцип пятый. Создай свою структуру доходов. Слишком много людей надеются на правительство вместо того, чтобы решать свои проблемы индивидуально. Существует четыре способа добывать деньги. Это так называемый квадрант денежного потока. Первый квадрант – это деньги, которые получают на наемной работе. Второй квадрант – это деньги, которые зарабатывает человек, работающий на себя, то есть предприниматель. Третий – деньги от собственного бизнеса. Четвертый квадрант – деньги от инвестиций. Люди, которые работают в первых двух квадрантах, меняют свою свободу на безопасность. И только бизнесмены и инвесторы получают такую долгожданную финансовую свободу. Действовать в том или ином квадранте зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Многие могут только работать на дядю и не могут предоставлять свои услуги или создавать бизнес, не говоря уже о правильном инвестировании. Но всему можно научиться. Главное – понимать, в каком квадранте находишься и двигаться в следующий. Можно прорабатывать все сразу. В этом и заключается создание своей структуры доходов. Уверен, что каждый из моих подписчиков за свою жизнь вывел определенные личные принципы успеха и богатства. Не постесняйтесь поделиться ими в комментариях к этому видео. Возможно, именно вы поможете кому-то стать чуточку богаче. Откровенно говоря, богатство для многих людей остается недостижимым. Некоторые не готовы прислушиваться, а другие поверить, что все это может им помочь. Но, как говорил Брайан Мэй, все давно придумали за нас. Не стоит выстраивать велосипед, просто попробуйте придерживаться основных принципов Роберта Киасаки, и вы сами не заметите, как деньги потянутся к вам. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями и близкими, а также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и полезные видео. С вами были заметки миллионера. Ты можешь стать богаче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова